всем привет с вами малыш и так это у нас зил 130 4 на 4 спинтера с командос это как я понял уже не альфа а бета-версия я прошу прощения я могу гон досить я немного приболел ну что же сделаем немного обзор что у нас изменено читаем анимация руля так анимация руля до руль действительно крутится есть анимация руля хорошо заменен габарит сзади да вижу нет разбитого фонарика так поправлен cdt я не помню что это такое честно говоря уже давно этим не занимался изменена масса автомобиля добавлены колеса до колеса действительно я посмотрел есть у нас стандартная резина внедорожные колеса и цепи на колеса какие как колеса едут вот из этих внедорожные цепи на колеса я не знаю знаю что стандартная резина у нас по твердой поверхности едет действительно хорошо а вот внедорожные цепи колеса сейчас будем пробовать так и у нас изменения в шаланде значится поправлена анимация шаланды поправлен cdt поправлена загрузка бревен там вроде все нормально было ну ладно шаланды имеет свои колеса и свою запаску изменены крылья над колесами ну что же посмотрим так вот у нас крылья я не помню честно говоря какие там были крылья ну хорошо изменены так изменены у нас я так смотрю небольшой косяк вот с колесами во первых очень плохо видно ромаха спинтер из командос хочется чтобы это было видно хорошо потому что действительно я уважительно отношусь к этому человеку диски я так понимаю это у нас от дэна хуан от дэна и что-то может быть не так с дисками но может быть такой рисунок хорошо так а запаска да вон внизу видно запаску вот у нас получается идет запаска хорошо так ну что же думаю можно будет проехаться и посмотреть как себя будет машина вести с грузом так наверное меняем настало 380 литров это у нас я так понимаю из расхода тяжести и всего прочего наверно возьму-ка я цепь на колеса на здесь вот такие вот цепи что-то немного текстура цепей как-то ну ладно я думаю ромаха сам посмотрит и уже определиться как что но вот то что внутри вот такая рябь идет это мне непонятно конечно и небольшие какие-то сейчас я покажу это дело и вот здесь вот на вот эти вот на тычинки черно-белые здесь они черные тоже немножко мне непонятно ну ладно так ставим цепь на колеса и сейчас будем смотреть так я так понимаю зилок стал тяжелее это как-то немного чувствуется так чтобы с этим делом не мучить я сейчас по-другому сделаю понятно так а что у нас происходит с этими с колесами у нас шаланда висит да ну наверное принципе так и должно быть ладно загрузим шаланду посмотрим так и что же у нас здесь поправлено особо я ничего такого не вижу чтобы что-то было косячным хорошо видимо разработчикам данного мода виднее ладно поехали так так и у нас изменена масса сейчас смотреть что у нас массой ну ладно вы хотите сказать что зилок в гору тянет 12 тонн это же обалдеть так я не пойму у меня настройки графики что ли плохие да нет все на максимум вот это вот откуда не могу понять взялось ну ладно просто я такого раньше не замечал там вроде было сглажено насколько я помню ну ладно это же где опирать Ну понятно, на повышенную он уже не прёт. Да, Зилок достаточно уверенно, медленно, но уверенно прёт. Переработали, конечно, хорошо ребята, молодцы. Так что потихонечку теперь на Зилке можно спокойно вести длинную сцепку, шаланду, точнее говоря. Музыка. Я так понимаю, что повышенное у нас есть ли подхватить. Я пробую всё это дело не на симуляторе, а в аркаде, чтобы каждый раз не дёргаться из-за этого, из-за дифференциала. Но мне вот интересно, что будет, если на повышенную грязь зайти. И он будет буксовать, капываться, или всё-таки будет переть. А, он останавливается вообще, он просто не тянет всю эту тяжесть. Вот в чём дело. А на понижнюю он более-менее как-то идёт ещё. Так, ну что же. Это вот у нас Зилл 134х4 спинтарес командос. Я так понимаю, что это тот самый Зилл, который мы будем использовать в покатушках командос спинтарес командос. Вот. Ну что же. Да, сделан добротно. Переработали всё, что только можно было. Молодцы. И, кстати, поведение Шаланды у нас тоже идёт, я смотрю, более-менее грамотно. Но вес, я так думаю, что, наверное, всё-таки завалит, как в прошлом видео. Потому что, действительно, масса груза превышает значительно массу самого тягача. Ну что же. Это у нас был Зилл. На этом пока всё. Всем спасибо. Всем пока. Пока.